До момента обнаружения опухоли жизнь текла своим чередом, я работал, много работал. Но со здоровьем особых проблем никогда не испытывал, никаких серьезных заболеваний не переносил, в принципе и считал себя здоровым человеком вполне. Но постепенно начал замечать, что голова побаливает. Сначала не придавал вообще значения этому, то что это как бы были такие кратковременные, так скажем, боли. Они стали учащаться и как-то более продолжительно себя проявляли, более сильно. Я объяснял, наверное, это может быть усталостью, какой-то, ну, именно напряженностью на работе, что это может быть какая-то временная такая вещь, которая пройдет сама. Когда это проходило, ты как бы уже забывал и думал, что все прошло. Потом это снова возникало, снова появлялись мысли, что, возможно, что-то надо проверить, провериться, что-то обратиться к каким-то специалистам. Настал тот момент, когда уже решил, что это, наверное, само не пройдет, надо уже что-то делать. И я обратился в частную клинику одну. Было, конечно, мне рекомендовано сразу сделать МРТ, вот, что я, в принципе, и собирался сделать, но как выяснилось, не так-то просто как бы это сделать, как правило, в очереди и не такая как бы дешевая процедура. Вот. И здесь я немножко времени потерял, может быть, там пару недель. И немножко в другом направлении лечение проходило. То есть там были подозрения, что где-то, может, нерв защемлен, что-то в этом роде. Ходил на массажи, вот, может, витамины какие-то пил, какие-то там уколечки мне давали. Это не помогало, ну, потому что это было, в принципе, вообще не по существу. Как выяснилось последствия, опухоль была же в достаточно таком развитом состоянии, уже достаточно крупная она была. Если бы я еще больше времени потянул, то, наверное, было бы все не так благополучно. Врач как бы огласил мне результаты МРТ, показал снимок. Он сказал, это удаляется только хирургическим путем, больше никак. Как бы немножко успокоил, сказал, что сейчас уже современная медицина, с этим справляется легко, но он сказал, что нужна срочная гиспитализация. И советовал мне прямо сразу ехать в больницу. Когда я узнал о болезни, сразу эмоции взыграли, потому что, ну, новость такая, достаточно шокирующая была. Сразу не верилось, но сложно было как бы не верить, когда вот у тебя перед глазами снимок, и там вот твой череп, и вот видно, это опухоль о нем. Некоторая растерянность, наверное, была, некоторый страх, но паники как таковой не было. То есть я понимал, что, да, случилось что-то очень такое неприятно, и надо что-то делать. Вот. Сразу решения, конечно, я не нашел. Я сделал пару телефонозвонков, так, с людьми, которые были немножко в теме. Постепенно, в течение, там, дня-двух я все проанализировал и уже, ну, примерно представлял, как мне действовать. Сообщить семье, это было, может быть, даже самое сложное. Сообщить близким об этом. Боялся их реакции, что она будет, ну, очень, может быть, эмоциональной какой-то. Первые два дня вообще не говорил, вот. Ничего. Собирался с мыслями, думал, как это сделать. Первый, кто узнал, это моя жена. Она, не сколько я искал словами, сколько она на моем лице, может быть, прочитала это. Реакция была, ну, не такая, которой я боялась. Ну, достаточно спокойно она восприняла это и не дала воле эмоциям, и, как бы, мы совместно с трезвой головой, как бы, думать, что делать. Ну, детям не говорили в том плане, что, насколько это серьезно. Ну, они были в курсе, что папа ложится в больницу, что ему нужна операция. Ну, дети, даже если бы им сказали, называли им диагноз, они вряд ли бы поняли и осознали, что это такое. После операции врач мне сказал, что все прошло успешно, опухоль была удалена тотально, там, вычистил, как он сказал, все, что там можно было вычистить, не оставил там ничего лишнего. Гистология показала, что это все-таки третья степень. В принципе, о градации там раковых заболеваний я знал очень поверхностно. Первая, вторая – это, как бы, благоприятный исход, можно сказать. Третья негативный, там, четвертая уже крайне нежелательный. Не был готов я к третьей степени, ну, подсознание, конечно, допускал всякие варианты. В моем случае получалось так, что мне нужно продолжать лечение и уже в дальнейшем наблюдаться и смотреть, как себя будет вести мой организм, будет ли рецидив, не будет ли. И, ну, в принципе, это клеймо на всю жизнь, которым надо жить и надо как-то научиться с этим жить. Чувствовал себя как немножко выжатым, как бы, эмоционально и физически. Но это уже под конец, под конец терапии, когда уже, видимо, организм совсем уже присытился там этими веществами, всеми негативными этими воздействиями. Уже чувствовалось, что, да, тяжело, тяжело. Ну, меня радовало, в принципе, то, что жил полноценной жизнью параллельно. То есть я так же работал, так же общался с друзьями. Просто параллельно я, как бы, приезжал там в Боровляны пару часов. Не уходило там в тот день на процедуры. Не воспринимал, как там какую-то прям тяжелую ношу, которая вот меня омрачает мою жизнь. То есть я жил, как бы, полноценно. Ну, единственное, что, как я говорю, под конец уже терапия, чувствовал недомогание. Я считаю, конечно, да, болезнь изменила мое сознание. Я по-другому начал относиться к многим вещам. В принципе, это и так понятно, что в жизни главное это там семья, близкие люди. Но вот именно такие вот вещи, они усиливают это понимание этого. Уже по-другому немножко это ценишь и смотришь на это. Врачи как-то ничего конкретно не советовали. Ну, я сам как бы понял, что, конечно, надо внимательнее смотреть за здоровьем и максимально исключить эти негативные факторы, которые влияют на возникновение подобных вещей. Стараюсь смотреть, следить за формой своей, за физической как-то. Спортом занимаюсь. Ну, таким образом. И избегать стрессов, что очень важно. Избегать стрессов, как-то спокойнее реагировать на какие-то раздражители. Вот. Это не всегда получается, но хотя бы я стараюсь, во всяком случае, этого делать. Я себя чувствую человеком, у которого был рак. Естественно, в подсознании там есть что-то такое еще, что говорит, что, ну, может быть, будет не все так гладко. Но я стараюсь это глубоко все держать, как бы не думать об этом, не зацикливаться. Жить полноценной жизнью, не обращая внимания на то, что было. Я дал такую установку, что я это пережил, я это перенес, я это вылечил, и у меня этого больше не будет. Поскольку мысли материальные, надо, наверное, все-таки думать о благоприятном исходе, думать о хорошем.